Нельзя Конституцию превращать в черновик ученика четвертого класса. Никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет. Нельзя Конституцию превращать в черновик ученика четвертого класса. Доктор Аубакиров также поддержал идею изменения президентских сроков. По его мнению, это время оптимально для того, чтобы показать себя на посту главы государства. Космонавт назвал однократный семилетний срок элементом демократизации, а в качестве примера привел некоторые страны ближнего и дальнего зарубежья, в которых семилетняя практика успешно работает на благо народа. Да, передовые государства, в том числе наши бывшие сателлиты и Азербайджан, и Армения, они тоже переходят на семилетний срок выбора президента. Большая европейская страна, как Франция, сейчас хочет провести референдум по принятию этого закона. Южная Корея уже приняла этот закон. Поэтому семь лет это правильно. Человек за семь лет, он успеет притворить в жизнь все свои видения, всю свою программу, которую он перед этим объявил народу. Но как же так? Захотел один человек, что делать? Меняем. Надо, значит оказывается, ага, недостаточно поменяли, еще меняем, еще меняем. Так мы конституцию превратили в ничто. Ведь сейчас стыдно даже перед кем-то из зарубежных государств говорить, что у нас есть конституция. Я стыжусь этого. Поэтому семь лет это правильно. И тогда он думает хоть что-нибудь о будущем Казахстана. Или как Людовик-15, или мадам Бомпадур, после меня хоть поток. Такое же нельзя делать. Надо же оставить государство своим потомкам, чтобы тебя вспоминали как человека. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Как человека, который создал это государство, а не того, который разрушил и не оставил ничего. Камня на камне не оставил. Когда человек пожизненно приходит к власти, тем более, если видеть этапы правления этого человека. Никакого переделывания законов и тем более конституции не будет. Оставившие следы какие-то негативные, между прочим. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. То, конечно, начинаешь сомневаться о таком светлом будущем. Мы всегда же говорим, мы хотим идти к светлому будущему. Сразу начинаешь сомневаться. Они не входят в унисон идеям тех людей, которые предложили пожизненное ханство. Я считаю, что через все это проходили мы. Как Зоченко говорил, плавали мы. Хватит. Ничего не произойдет. Все останется на своих местах. Если вот идти вот по этому течению. Человек за 7 лет, он успеет притворить в жизнь все свои видения, всю свою программу, которую он перед этим объявил народу. Все останется на своих местах. Народ должен высказываться. Народ должен, если будут выборы, пусть как. Народ должен выйти и во всю мощь свою сказать. Вот мы вот так вот выбираем. Вот то, что туда вот нам говорят, вот бюллетени, что-то, то-то написано. Это неправда. Мы вот это вот выбрали. Везде. Весь казахстанский народ должен вот так вот выйти и озвучить это. Начинаешь сомневаться о таком светлом будущем, как Равик. Мы всегда же говорим, мы хотим идти к светлому будущему. Сразу начинаешь сомневаться. Я считаю, что мы этим сделаем не только себе хорошо, мы сделаем это все для будущего, для наших детей, те, которые должны, дорогие соотечественники, жить в Казахстане, в котором будет полная демократия. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.